это не знает они как за входит это так интересно вот как сейчас вот эти разговоры его помню это маленькая сижу чё-то я вечно занималась как папе там почему-то не знаю кто отец то был как он статус я не знаю как как он был он там как это не можете это не граната не градоначальник не мер но вот может что-то такое потому что руководил танкент и он там где мы жили он главный был под куполом было по моему от трех до пяти тысяч не больше этого не помню помню что были страшные дни какие-то когда были ветры это было как я не знаю откуда они дули какие-то дни было мало ветра а какие-то дни этот купол полностью заносила песком и тогда нужно было выходить и расчищать потому что это планета вся песок это не песок на земля какая-то и вот такие барханы вот такой купол и полностью вот так занесенные было этим песком как тучи как знаешь как вот ну аж темно было с какой-то стороны и вот надо было потом идти это расчищать некоторые дни ну знаешь как смена климата какого-то или но как осень зима там так какая-то период был что эти ветра были постоянно какой-то период был что но сравнительно более-менее нормально я вот это не знаю как абсолютно я не климатолог я не знаю каким образом это можно объяснить и в те дни когда была вот такая вот вот это вот песчаная буря или как тогда работать почти не работали и тогда вот запасались перед этим сезоном каким-то запасались как водой всем потому что даже вот между собой не летали не то что ну с космоса вероятно прилетали а между собой между городами этими между кополами там была какая-то соединение вот это вот не невозможно было полететь естественно на чем летали как какие принципы украины к нам не махали нет нет ни крыльями поднимались вверх что такое длинные как сигара катает крыльями не махали но это и не самолеты были капсулы какие-то так как капсулу и я не помню чтобы летали может я не летала своих ощущений вот когда перемещалась куда-то вот это почему-то это запомнила но это у меня такой восторг был потому что я была как маленькая еще когда я куда-то летела на уровне там девяти лет может вот такой возраст может и прилетела на планету ты родилась на планете на пятилетние себе помню пятилетний точно помню потому что помню воду солосики такие грязные на и вся такая но не очень как бы вот это я запомнил маленький ребенок да отлично играется в грязи все нормально тогда да там прыгала что-то но как не то что классики но какая-то такая прыг-прыг-прыг какая-то игра детская нас такая-то вот вспоминаю даже стены какие были даже вот коридор там разные уровни вот так было вот но блин вот меня сейчас туда пусти наверно не заблудилась бы пошла свою комнату нашла бы что в комнате было до мебель ничем особо очень не отличалась единственное что мне интересно что там кровати были круглые и они крутились вот так как парить там так 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 разворачивались не знаю с чем но круглая абсолютно круглая кровать было круто там все круглая купола круглая тогда ну вот крыль прямоугольный помню одно окно такая панорамная и она но я бы не сказал что полукруглые вот эти стены были прямые а вот это наверное вот тут вот так вот по дуге было то есть я так понимаю внешний дом был круглый наверное потому что окно вот так выгнуто было большое панорамное она закрывалась чем-то так что вот раз и стенка не знаю зачем она так закрывалась чтобы темно поспать наверное но вот круглая кровать на рельсах это было прикольно она могла разворачивать туда туда червей помнишь червей помнишь помню там вот эти ташканчики двуххвостые не прям по городу бегали а был ли они в пустыне тен не помню как кошки они были по городу помню не помню чтобы их много было но видела такого можно как зайцы да может как домашние животные были сказать еще какие животные были практически не помню животных абсолютно может потому что мы не было никому может а меня не было никого абсолютно не помню вот эти вот как мне они как вагоны метро вот это помню огромные таки вот червяк представлен реально был как вагон метро вот по объему такой огромный и по длине точно как у нас метро ездит до громадный такой вот это помню и помню как почему-то я была в пустыне этого я не знаю я помню себя на песке в пустыне просто там где нельзя было быть почему-то нельзя быть но говорили что там нельзя быть не разрешали уходить из города т.к. там как не выживешь и условия наверно там невозможно было быть нельзя да наверное черви нападать могли но поэтому там нельзя было быть там какое-то было такое как гора или учёс нет гора скорее как вы знаешь как вот из ракушника вроде бы мягкий такой камень и она тоже была как чем-то занесена но это не совсем песок это как глина пережженная была она была этой глиной немного засыпана вот туда можно было спрятаться я помню обратно же каких-то вот детей которые вот моего возраста пацаненко какого-то помню что мы с играли девочек двоих я помню что мы с ними играли девочек двоих а пацаненок один он немножко постарше был его как-то так звали то ли сури то ли как то вот что то такое имя этого помню точно хорошо помню такой белобрысенький мальчик все светлые в основном да я бы не сказала что слишком светлые они светлые они скорее темно русые были на солнце при жаре опирает на выгорали но не черные однозначно но не было но не блондины то ним не блондины просто светлые как бы такие на русы детей помню чем игрались капишки какие-то чемпионатом играть даже по земле бросали камешек и пытались допрыгнуть до этого камушка как так но играли просто знаешь как классики и так бросаешь что-то и про их про их на дети что-то играли просто там не было таких игрушек я не помню каких-то механических там мягкая что-то было по типу тряпичная их не спала но что это как морковка какая-то я сейчас не могу вспомнить пыталась помнить может эта подушка такая была там вообще цветные вещи очень ценились он такая как оранжевая такая что-то вот такое длинное что-то был я с ней спала может эта подушка была морковка подушка как фрукт да что такая большая это интересно было я не помню там насекомых никаких вот не было или может а их уничтожали как-то вот не было мух там олос или пчел чего-то такого и не помню под куколом точно не было волосы они на чем такой цвета там даже мух не было не помню даже мог каких и на говно быстро испаряется какой-то ну вот ничего такого вообще не помню только эти корабли помню которые вот так как до садятся и от них такой столб так в воздуху разные стороны так дрожит 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 воздух и вот такой вот они ровно так садятся раз и ровно сели вот это вот тот что я помню этот был круглый и за ним всегда его ждали он прилетал не очень часто как раз я не знаю сколько там 38 дней почему-то идет он но привозил воду и еще что-то привозил это было как знаешь как но как там такое впечатление насколько я помню что так вроде бы солдаты даже его охраняли привозили это наверное где-то из какой-то мы были если колония да или маленький спутник из какой-то центральной вот где там была какая-то центральная цвета система что там был оттуда раз так садилась и люди так же подбегали туда кто с чем и раз раз эту воду брали но это было редко может раз но я не знаю мне почему-то идет или 38 что такое но она не портилась вероятно так длительно ну вот привозили каждый раз отфильтрованная вода то почему она каждый уже знал сколько кому-то в раз 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 там наливали это интересно вот это же все наши самые под крайние перед этой но перед этой вселенной но это хорошо но физиология абсолютно человеческая сейчас даже форму ушек там вспоминаю думаю может какие-то там вот такие и нифига человеческая полностью людская чуть пониже и левее на на 3 по моему вселенных вниз 1 ниже и левее все да я не помню насколько там высокие были или нет по моему не слишком высокие люди там были но возможно нашего вот в роста скажем кубок не труда то но не такие что вы прям ужасно высокие глаза у всех синие нет что ты глаза абсолютно не всех синие глаза синие у какого-то ордена было это как я не знаю каста или орден людей они были приходящие не каком-то другом наверное городе жили потому что к нам если приходил такой человек и рынок какой-то был там центре не знаю были ли деньги но было вместо как круглые такое и там вечно людей было много и нам нас детей оттуда могли вот так выгонять что мы уже не растопили на не растопыривали там стояли говорили о чем-то ну что-то вот твои и что-то и если шел туда человек мы за ним бежали прям как как обезьянки маленькие нам было интересно за этим человеком но там это были небольшие поселения там все друг друга но не то что знали но уже знаешь это не были чужие какие-то и вот все там за ним как обезьянки мы бежали этот у него глаза полностью синие были и вот скляра не было но я бы не сказала что они какие-то агрессивные или опасные были он наоборот если шел он обычно они за нами оборачивались просто так смотрел на нас но для него мы бежим так вот в этой линии немножко чтобы не попасть потому что нас почему-то ими пугали нам было очень интересно а чего нас ими пугали я жить и сказать ему да я помню что нас пугали что вот такой вот кто-то там не помню кто но слово какое-то похожее на рахман но не рахман как-то по-другому совсем не могу вспомнить на что-то свободными людьми не менее какой-то рахман идет на что-то вот такое неважно данных ими пугали рассвет роман светлый человек глаза светлые до завиделись да каков я уже не помню это это нашими термин пытаться не не да это не непонятно то вот это помню но не всех мы видели но мы их редко видели их как-то не это нередко приходили и по большой группе они не приходили это уже потом я их многих многих почему-то видела да я не знаю может под этим куполом какие-то катакомбы были ли что это я пока не помню я помню такие ходы и не так было жарко и туда можно было ходить там таких было много как были те которые сверху жили были те которые снизу жили я не знаю как в книге или по кино я больше чем уверена что она не все сходь но наверное и что-то и перебрали не могли же не документальные переврали больше в таких тонких сферах помню так и так были те которые сверху эти которые снизу жили люди это было интересно и там те которые снизу там было больше таких но это как орден какой-то был это понимаю или группа каста кто-то они были это были прикольные люди на высокий блондины со светящимися глазами синим весело они не выглядели блондинами потому что они были вечно такие очень грязные реально вот все что я запомнила если сейчас это все грязь вот даже то что там был купол но все равно это все грязь не помню вот это вот напрягало всегда что вот все 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 всюду грязь мне очень хотелось поубирать это все возможности поубирать как таковой но если нет воды чем ты его выбираешь как-то вот так вот это вот запомнила я помню что после чего-то после какой-то церемонии я первый раз попала это какой-то или бассейн или огромная ванна скорее бассейн какой-то был что я туда погружалась и это вода какая-то такая немножко как не знаю может с эфирными маслами или маслянистая была вот я погружалась в эту воду это было настолько вот необычно что и там было целый резервуар воды какой-то а что это было уже до ритуал я сейчас не могу вспомнить я помню женщины идут ведут меня туда я раздеваюсь почему-то я нога и но там сами женщины никого нету меня туда вводят я оттуда потом выхожу на меня что-то набрасывает какие-то вот одежду какую-то или может тряпки ну что то что там я закуталась вот это вот помню и помню что мне было это неприятно потому что нужно было даже там невзирая на то что там одни женщины были это мне было очень неприятно я боялась этого что мне раздеваться приходилось вот это вот чувство такое вот вода вот это вот и вот это было приятно а то что много людей и я обнаженная мне это было как неприятно очень наверно там все-таки нравы были достаточно жесткой не знаю потому что для меня это было но такое в один день два таких крайних событиях одно очень приятное и второе очень неприятные так рядом пошли туда фиников может кому кто-то захочет с ними пообщаться пантеры капустера и вы все структуры жрут покажи если них не вижу почему-то почему я их вообще если вот вспомните их сегодня наверное после перестройки и не видел это позови летают фуражках таких военный тип прикольный синий военный обалдеть . больше на таксистов похож капитанами да пусть помогают генералу но они еще немножко не перестраивались у них тела еще не имеет такого четкого контора а идет как вот такими ступенечками знаешь как кубики вот так тук тук не обтянутых первичный код потом они дают на нарощитят потому что я тоже убрал от них вирус вот тут первоначально а не угловато и чтение чувствуется обратно чтение спешите уже по большому счету некуда все перестраиваемся у нас спать пора как это санконе-то